На выпуск, который вы сегодня увидите, я начинал снимать еще в апреле, когда мы только начали строить плод, поэтому периодически вы будете в кадрах его видеть. Сейчас уже, конечно, начинает холодать, надо успевать скорее залить фундамент, поэтому, братцы, времени мало, а работы много. В общем, покажу вам сейчас кадры, как мы начинали огораживать огород от собаки. Помните, я говорил, что мой пёсель живет у нас на территории, он не привязан к вольерам. Так вот, этот мой друган бегает за воронами, за птицами любыми и так далее, и он просто норовит пробежаться по грядкам. Поэтому мы с Женей приняли решение, что мы этот огород, в общем, огородим. Огородим огород от Джека, и этим будем сегодня заниматься с вами. У меня есть вот такой вот бур самодельный, который я делал, когда я еще закапывал все столбы для ограды. Но он слишком уж большой, 36 сантиметров у нас здесь диаметр, и мне это не надо. Я сейчас хочу уменьшить его вот до такого положения. Сейчас я болгарочкой все это дело опилю, и будем мы буриться под столбики огорода. Такие сейчас планы. Так, сейчас мы отмечаем 45 градусов. Нужно будет от этого креста, от пересечения, ровное расстояние туда и туда, и тогда у нас будет ровный поворот 45. Хотим это все обнести, в общем, чтобы у нас собака бегала, и мы не волновались, что она грядки топчет. Выходим на нужную глубину. Была дырень полностью. Поставил 0,8 металла. Синергия переключилась на режим медленной подачи проволоки. Смотрите, вот такой. Видите? И я просто взял и запаял отверстие. Просто. Вообще просто. Сейчас вот эти дырки тоже запаяют эти две. И самое главное, полуавтомат. Какой плюс? Нет шлака. Вообще нет. Это, ну, это дорогого стоит. Так, ну, вы же понимаете, что днем бесполезно делать вообще вот эти все разметки, и мы специально дождались вечера, чтобы это сделать. Сейчас мы все отмеряем, и завтра утром будем устанавливать. Вся нитка красная – это явный показатель того, что мы делаем все по лазеру идеально. Сейчас я хочу уложить 60 на 40 поверху перила. Вот. И их мы проварим. После чего поставим жерди и насверлим отверстий. Вот как там. То есть план простой. Ну, а здесь будут барные ворота. Это вишенка на торте нашего видоса. Вернувшись со спорта. Первым, чем я занялся. И сейчас вам покажу кадры с коптера, потому что так будет не совсем понятно. Мы с детьми вместе выкопали все под гараж. Вот. У нас будет гараж 24 метра, что ли. Начинаться он будет вот здесь и заканчиваться аж вон в той изгороди. Ее, кстати, сейчас уберем тоже. Она там мешает. Эти огурцы сейчас Женя последний ликвидирует. И мы ее будем демонтировать. Вот здесь будет просто навес. И после него въезд в гараж. Вот он. Потом медохранилище. Опять гараж. И хранилище инвентаря. В конечном итоге мы остановились вот на вот таком проекте. То есть огород запустили. А металл тоже запустили. Запустили в плане бросили эту работу. Вот. Все заржавело. Но это не проблема. Это я все почищу. Ямы не засыпались. Это хорошо. Поэтому надо всего лишь сейчас траву ликвидировать и опалубку выставить. Почему хочу сделать это сейчас? Потому что очень хочется уже досыпать гравий, грунт. И сделать здесь все ровненько. Чтобы машины могли подъезжать прямо вот сюда. Ну, короче, чтобы места просто для жизни было больше. Сейчас мы нагнем арматуры для каркаса. Ну и начинаем работы по строительству. Строительству фундамента. Чтобы довести арматуру, использовалась 6-метровая газель. Было решено, что мы, ну, чем длиннее сделать, тем лучше, правильно? Поэтому мы отрезали семерками и оставшиеся пятерками. А пятерки очень хорошо идут как раз на вертикальные конструкции для удерживания арматуры. Делаю их просто 15-80-15-80-15. Переносим сейчас вот на этот профиль и отрезаем огнем. Еще момент, который вы точно зададите вопрос. Я должен на него ответить сейчас. Насколько ты заглублялся? Заглублялся я до первого слоя. У меня 40 сантиметров всегда идет чернозем. Потом идет уже суглинок. Заглублялся только до него. Объясню все просто. Почему? Потому что грунт у меня будет насыпан вот досюда. У нас в огород будет уходить вода после дождей. Ну и также весеннее оттаивание и так далее. Все будет должно идти в огород. Ни в коем случае не в гараж. Хотя гараж сейчас находится ниже уровня. Поэтому я его и буду поднимать высоко. Ну, остальное все отсыпать обратной отсыпкой. Простой проверкой, смотрите, проверяем. 521 это ноль по отмостке. Плюс 20 это 721. То есть получается, что аж 4 доски. Да. 3-4 доски местами нужно будет устанавливать. Это прям серьезно. Ну. Ну что ж, будем делать. Предполагаю, что вопросы будут, поэтому покажу сразу. Конструкцию вот эту я делал еще, когда начинал только фундамент по дому. Собственно, здесь можно увидеть, как арматура съела. Ну и видно, как я умел тогда еще варить. Не очень-то хорошо. Работает эта конструкция очень просто. Сейчас я вам покажу, как. Делать ее тоже очень просто. Можно, конечно, немножко все сделать поювелирнее. Тогда она будет гнуть чуть поровнее, наверное. Но меня полностью устраивает то, как это есть сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Набираем. Только, пожалуйста, вот очень многие заказчики пишут Можно там одну баночку, две баночки на пробу. Друзья, сразу говорю, мед вкуснейший. Давайте хотя бы коробку. Ну реально, я стараюсь упаковывать мед очень качественно, чтобы нигде ничего не протекло. А на одну коробку у меня уходит почти пол рулона скотча, целлофан и так далее. Если упаковывать по одной баночке, ну там маржинальность вообще никакая. То есть я больше времени на это все убиваю. Самый оптимальный вариант, кстати, о котором я всегда говорю в своих первых сообщениях со зрителем, это то, что позвонить двум знакомым, друзьям, родственникам, и можно заказать целую коробку вообще прям в секунду. Цены выгодно отличаются от цен, которые находятся у вас там в мегаполисах и регионах. А мед настоящий, алтайский и вкуснейший. И, пожалуйста, братцы, те, кто уже брали, напишите в комментариях ваши отзывы о меде. Ну, для тех, кто еще не брал. Ну, мы продолжаем. Так, вот столько получилось опалубки. Делал ее до поздней ночи. Вы это видели. Уже с прожекторами заканчивал. Вот, теперь мы ее, в общем, устанавливаем наконец-то. Единственная проблемка, у меня ее не хватает, поэтому кому-то не достанется. Ну, придется делать в два захода нашу заливку. Так, все, поехали ставить. Теперь пару слов по опалубке. Приобрел то, что у меня кончилось. Шайбы гайки. Смотрите, как все будет выглядеть. Берем шпильку. На нее насаживаем шайбу-гайку. Все это с одной стороны продеваем в опалубку. Потом я нарезал трубу 20-сантиметровой длины. То есть, это как раз является и распоркой между опалубкой. В то же время, это является защитой шпильки от уничтожения. То есть, она многоразовая. То есть, вот здесь у нас деревяшка. Дальше. Также одеваем сюда шайбу. Сюда одеваем гайку. Таким вот путем я делал весь фундамент на доме. И мне очень понравилось. Все ровно держится, крепко и отлично. Вот эта конструкция самая простая. Здесь опалубка, здесь опалубка. Полипропилен является как бы держащей опорой. Многие мне говорили, что можно использовать не полипропилен, а, например, гофру. Есть одна проблема. Гофра, она все-таки имеет возможность деформации. Соответственно, вы не сможете выставить ровно тот размер опалубки, который вам необходим. В данном случае у меня 20 сантиметров. Это будет 100% 20 сантиметров. Вот такие вот секретики. Кто-то может написать, что целлофан почему не использовал. Объясню. Целлофана здесь нет по простой причине. Что эту опалубку я уже решил точно угнать в опалубку. Она в этом году пойдет на гараж, в следующем году пойдет на баню. А после всего этого она ляжет у меня на кровлю, как подкладной материал. Либо на чердак. То есть или под кровлю, под сам металл. Либо это будет просто чердачное закрытие. Поэтому, ну как я в принципе и сделал с опалубкой, которая у меня была на цоколе. Она потом так ушла у меня в кровлю. Вот и все. Поэтому мне не жалко то, что молочко какое-то побежит. Но полью ее перед тем, как начинает заливать водичкой. И она немножко расширится. Все дырки, эти отверстия, щели, они забьются. Все. Теперь моя задача вот так все это прогнать. Потом поставить вот здесь специальные защитные кольца, которые защищают расстояние между... Ну а опалубочное расстояние. И начнем заливать. Ну а потом будет обратная засыпка и плита. Плита общая. Почему я не волнуюсь в своем изделии про то, что у меня нет буронабивных свай. Сверху ляжет 15-сантиметровая плита с армированием, которая будет по сути держать это все как единое целое. И волнений в этом нет. Уверен, что даже если будут какие-то микротрещины, они будут ноль-ноль повдоль. Страшного в этом не будет совершенно ничего. Теперь я беру небольшую паузу в видосе и занимаюсь опалубкой. Сейчас ее всю выставлю. Ну а с вами мы, наверное, встретимся теперь, когда я буду заливать. Я вам расскажу все нюансы по заливке, работа вибратора. Ну и посмотрим, как это все выдержит, как все вывезет. Ну я думаю, вывезет. Каждый метр у меня, считай, идет закладная, поэтому будет крепко. Сейчас такая ювелирная работа, долгая, где нужно будет опалубочку всю эту выставить аккуратненько и так далее. И еще, братцы, смотрите, какие у меня щели получились. Поэтому у меня такая мысль, что я закажу миксеры, я закажу миксер первый, разолью сначала подземную часть всю, по всему периметру. Она заполнит, ну до деревяшки заполнит все, что возможно. Все вот эти щелки. На следующий день, наверное, закажу уже миксер полный, который зальет деревянную зону. Наверное, так будет самый оптимал. Ну вы напишите, если какие-то у вас есть мысли по этому поводу. Ну сейчас закладывать, бутите такими-то камнями, но это уже прям морочная штука, и я этим заниматься точно не буду. Да и выдавит это в любом случае. Ну а с вами я увижусь теперь в следующем видосе, братцы, буквально через неделю. Будем либо продолжать опалубку, либо я вам покажу классное видео, которое давно обещаю, про кресло-каплю Ротанг. Вот, поэтому все, до скорых встреч, пока-пока.